у нас есть на самом деле очень интересная тема дорогие радиослушатели обращаясь к вам и мне и в оселении был запрос по поводу того где в астрологии находится душа правильно был такой вопрос все верно все верно всех интересует это всех интересует потому что как то вот когда мы говорим об астрологии то мы говорим о том какое влияние астрология на нас оказывает и речь идет как правило только лишь о нашем физическом теле хорошо хорошо обязательно расскажу следующей передаче как следующий отвечу а я думала я думала мы сегодня не могу мы уже сегодня давайте сегодня хорошо просто получается что прогноз довольно-таки материальный прогноз по телу а теперь прогноз про душу давай ну хорошо хорошо в первую первую очередь я расскажу такую притчу основанную именно на астрологических таких аспектах понимание вообще души жил-был магнат ну олигарх как сейчас говорят крестом плутократ их по-разному называли владелец заводов пароходов газет но и в какой-то период жизни он задумался о своей душе может он что-то не так жизни делал может нагрешил пора подумать а вообще мысли у человека возникают о душе почему-то именно когда возникает страх смерти или переходного состояния вот этого вот жизни на земле и еще куда то человек не знает не понимает и возникают мысли душа не он тоже задумался решил что-то для души сделать такое важное большое продал все свои заводы газеты пароходы раздал деньги бедным сам остался ни с чем ушел в пещеру стал молиться поститься там воссоединяться с чем-то что-то там себе воображать и умер и попадает он на небеса там две очереди 1 в рай 1 ват и его ставят в очередь в ад и он взывает говорит к господу и говорит ну я же так молился куда почему почему я все деньги бедным отдал а бог ему говорит ну ты меня так достал и мне приходилось в эту твою грязную пещеру постоянно заглядывать мне там не нравилось и ты ничего не сделал хорошего для этого мира ты только пытался очистить свою совесть а вот давай я тебе покажу чьи души попадают в рай привел его в прекрасный сад цветы и птички деревья на деревьях яблоки красивые там груши женщины и в саду женщина одна женщина которая одна которая все это делает она сажает цветы она ухаживает за деревьями вокруг очень красиво и бог говорит я очень люблю проводить время в этом саду я наблюдаю за тем как она работает эта женщина делает мир прекраснее я ведь творец говорит бог я сотворил мир и мне было хорошо мне это понравилось и эта женщина делает мир прекраснее вот ее душа в рай попадет а ты там у тебя муки совести были в этой грязной пещере сидел но что ты сделал ты ничего не понял вот и осталось этому мучимому проблемами души и физического тела осталось вот выстоять эту очередь в ад и туда и попасть к чему я рассказала эту притчу мы очень часто воспринимаем душу и путаем душу сознанием вот то что мы осознаем своими мозгами шевелим это ведь не душа это просто наше сознание душа это совершенно другое душа может появиться у человека не обязательно от рождения и уйти покинуть человека не обязательно в момент смерти ученые изо всех сил пытаются поймать душу в момент смерти изучают выход из тела человека но это не душа это совершенно другое другая другая энергия с точки зрения астрологии но и с точки зрения некоторых там научных деятелей может быть которые вот вот чуть-чуть докопались до истины душа это совершенно другая субстанция а вот когда человек начинает задумываться о душе он понимает что он что-то потерял он потерял вдохновение он потерял творческие порывы он перестал создавать что-то красивое и он чувствует что чего-то не так в его жизни что что-то его покинула как говорят муза покинула любовь ушла и у человека душа становится маленькая и постепенно она покидает этого человека если он не творец каждый человек должен творить каждый человек должен делать мир прекраснее и свою душу вкладывать в эти красивые прекрасные творения кто-то вкладывает душу в своих детей кто-то в свои картины в музыку и как правило вот эти произведения искусства несущие одушевленные несущие эту душу человека они ведь совершенно не похожи на наше сознание и на наш характер то есть чем мы путаем а мы думаем что наша душа такая же как наш характер что наша душа такая же как наше сознание это не так душа проявляется именно момент творческого экстаза скорее всего ближе к душе те творческие люди которые даже употребляют что-то для того чтобы вызвать этот экстаз есть мы знаем что кстати в бразилии я думаю есть какие-то техники там травы они пьют чтобы соединиться со своим вот этим духом творческим да вы знаете вы знаете есть действительно мы планируем провести передачу может быть и не одну именно на эту тему давай немножечко коснемся я все-таки бываю в бразилии большей части бывает представитель нашего центра рита борт ее зовут holistic health coach она является гидом в таком месте который называется абаджане это в бразилии удаленное место находящиеся примерно в ста километрах от аэропорта бразилия столица бразилии бразилия и там живет на протяжении очень много лет такой человек которого зовут зовут джанов гад по-английски или джон от бога интересные интересная такая значит там ситуация обстоит и вот на те этой территории действительно есть место где можно не удаляясь к шаманам которые в общем-то где-то там существует можно там ну так сказать попробовать вот это вот то что называется медисин или там питьё из лианы ну не будем говорить как это называется можно почитать у кастанеды допустим почитать это все карлос кастанеды там дон хуан там они пили пьет есть такое вот да это теперь как ты говоришь это средство которое так сказать открывают ну узнать где находится душа да то есть алкоголики и наркоманы они наверное этим пользуются правильно для того чтобы определить местонахождение души возможно возможно что не сознательно они это делают но есть и те кто делает это сознательно творческие так богема они это делают специально для того чтобы вернуть вдохновение творческое вдохновение душу ну не секрет о том что такой человек известный всем владимир семёнович высоцкий тоже этим пользовался правда к сожалению это привело совсем другим результатам которые мы знаем чем это все закончилось но в этом действительно что-то есть на самом деле есть исследование и такой наркотик который назывался lsd по-русски да lucy in the sky in the diamonds на самом деле мой skype вообще забанят тут беларуси после таких слов почему наркотик слова они но это же нормально нет дело в том что мы сейчас не про это говорим а на первой стадии на первой стадии это было исследование которое помогало человеку выйти совсем на совсем другой уровень это именно эти исследования проводились 30-х годах они проводились есть фильм на эту тему у меня есть фильм и есть книги это абсолютно документальные это были научные исследования они кстати проводились не только на территории сша они проводились во многих странах и просто не все так сказать освещалось и до сих пор не все освещается но это было и это как раз тему о котором мы сейчас и говорим но наверно наверно тем не менее скажем этим пользоваться за ну те люди которым ну не знаю которые хотят этим пользоваться если мы возьмем индийских йогов то они с помощью определенных методик они достигали такого состояния без всяких вспомогательных вот этих вот средств о которых мы сейчас говорим это тоже и кстати известная вещь и любой человек в принципе если захочет он может ну попробовать это это правда очень скажем история очень серьезная и на это потребуется и годы и десятилетия и осознанное в общем вот такое вот намерение к чему-то приблизиться для чего все это это не просто для того чтобы что-то там заглянуть куда-то по ту сторону нет это же для развития своего и нахождения своего высшего я той самой души с точки зрения прошу прощения что перебиваю с точки зрения астрологии мы сейчас уже не о душе говорим о себе самих при единстве то есть йог если он там медитирует или чем-то он занимается он похож на того отшельника бывшего магната который сидел в пещере и и мучимый какими-то там мыслями попал потом в ад нет это совершенно другое это там мы устанавливаем вот таким образом контакт с нашим организмом но это это другая энергия мы три едины есть душа есть тело и есть непосредственно мы пользователь то что пытаются фиксировать ученые в момент смерти выход вот из тела это пользователям фиксирует если это совершенно другая энергетическая субстанция на душу не похоже но гораздо гораздо нам ближе и интереснее с ним контакт найти проще и очень интересно вообще-то на самом деле дорогие друзья хочу напомнить мы беседуем с профессиональным астрологом василина мицкевич и та самая та тематика которую мы затронули та тема которую мы пытаемся в выдать так сказать на ваше обозрение это то где находится душа то что в астрологии в общем то как-то упущено западной имеется ввиду астрологии ну наверное все таки джотиш восточная астрология на этому уделяет хоть и меньшее значение чем это было раньше но уделяет хорошо что вы можете еще сказать уважаемая василина по поводу астрологии души я хочу дать совет просто не только своим знакомым которые обращаются ко мне вот люди такой тяжелый критический период когда теряют душу и теряют вот этот контакт это на самом деле очень сложно для каждого человека понимаете наступает этот период вроде похоже на депрессию кажется что в жизни все ты делал не так оглядываешься на прошлое что категорически нельзя делать и думаешь может быть я вообще не в том направлении жил и все неправильно делал и вот мучаешь мучаешься потому что не знаешь что тебя ждет впереди а состояние неизвестности состояние неопределенности и состояние сомнения приближает нас именно к физической смерти к болезням и вообще к такому сильному напряжению вы можете любой пример взять когда вы чего-то ждете ну например были на собеседование у работодателя и вам сказали ждите мы вам позвоним и вот три дня проходят ты ждешь позвонит или не позвонит уж думаешь лучше позвонил и сказал что нет не берем а так мучаешься ждешь и вот это ожидание сомнения непонятность она разрушает и человек когда задумывается о том что его ждет после смерти правильно ли он прожил предыдущую жизнь вот это состояние непонимания что будет потом она разрушает потихоньку помаленьку капля за каплей человек начинает стареть человек начинает болеть и раздражать окружающих конечно тут речи уже о душе не идет потому что человек в таком напряжении и мучимый сомнениями перестает творить перестают делать мир вокруг себя прекрасным какие творческие порывы какое творческое вдохновение какая любовь конце концов в таком состоянии это это состояние можно избежать просто зная что такое душа и что ждет после смерти душа на самом деле делает нас не только прекрасными именно творцами но делает нас здоровыми делает нас счастливыми мы же ведь получаем удовольствие именно от вдохновения от любви когда мы вкладываем во что-то душу мы счастливы нам хорошо и окружающим хорошо вот это правильное состояние и если вдруг человек оказался в состоянии вот этой неопределенности и напряжение когда нету уже любви в душе когда нету жажды творчества нужно срочно предпринять меры вот такой вот совет сейчас дам вложите душу именно в себя начните с этого вы сейчас опустошены и вы попробуйте вкладывать душу в себя по крупицам женщинам проще объяснить женщина пускай пойдет где-то там шоппингом займется попробует новый имидж мужчина тоже может вложить душу в себя каким-то образом те тоже имидж поменять почему бы и нет спортзал пойти то есть даже если такая жуткая депрессия сделайте что-то чтобы крупицу души вложить в себя а она уже даст корни пустит все пустит корни и что-то начнет происходить вашей жизни обязательно и появится рано или поздно вот какое-то творческое вдохновение вы почувствуете себя живыми одухотворенными вот такой вот совет ну отлично спасибо спасибо за совет василина спасибо вам большое пожалуйста с удовольствием была с вами да ну на этом тогда центр сангейтс радио центра сангейтс программу посвященную астрологии заканчивает меня зовут майкл мельхов василина спасибо еще раз и до новых встреч всего доброго до свидания до свидания